Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я вновь продолжаю вам рассказывать об экосистемах смешанных и широколиственных лесах. В прошлый раз мы остановились на таком организме, как крот. Это хищник, который встречается в широколиственных лесах. Благо, что в широколиственных экосистемах, беспозвоночных, достаточно большое количество. Мы узнали о том, что кроты враждуют между собой, и даже некоторые взрослые кроты во время вражды могут съесть своего соперника. Ну а крот – это типичный обитатель лесов. Предпочитает опушки, хвойных и лиственных лесов, поэтому его можно встретить в экосистемах смешанных и широколиственных лесов. Так же крот живет и там, где, например, рядом с садовыми участками, на огородах, обычен на поймах рек. Ну и мне хотелось бы отметить следующее, что кроты не впадают в спячку. Они активны круглый год. Кроты даже зимой роют ходы под снежным покровом. Эти ходы бывают хорошо видны весной, когда снег только что стаял. И вот как раз, когда происходит таяние снега, начинается наиболее активная деятельность кротов. За это время они увеличивают систему ходов в несколько раз. Летом кроты копают сравнительно мало. Пищу кротов в основном составляют дождевые черви. Поэтому даже есть такая теория, что крот вреден потому еще на приусадебном участке, потому что поедает большое количество дождевых червей. Ну, конечно, кроме дождевых червей, крот у нас также поедает слезней, личинок майских жуков, щелкунов, многоножек, медведок, мокриц. То есть как раз многие, опять-таки, вредные насекомые, которые представляют угрозу для культурных растений. То есть, если рассматривать крота с позиции пользы и вреда для человека, то тут есть как плюсы, так и минусы. Но мы о них еще поговорим. Крот настолько прожорлив, что может съесть практически любое животное, которое попало в его локово. Будь то мышь, змея, ящерица или даже лягушка. Ну, если, конечно, они малоподвижны. За один раз крот может съесть 20-22 грамма дождевых червей. Ну, конечно, рытье для крота никакой сложности не представляет. С помощью своих крепких затылочных мышц и сильных передних конечностей он сверлит рыхлую почву, разгребает передними лапами и с необыкновенной быстротой отбрасывает почву назад. Взрытая земля затем выбрасывается на поверхность земли. А в легкой почве крот движется с таким проворством, как рыба в воде. Ну, и мне хотелось бы также отметить, что существует, если говорить о кротах, особое значение имеют глубинные ходы под тропами, через которые, как подземные мосты, соединяются между собой сложнейшие поверхностные ходы крота. Кроты ставят ловушки, так называемые кротоловки для насекомых, в переходах над тропами. Ну, и еще мне хотелось бы еще также сказать, что если говорить о том, кто же является хищником для кротов, то, наверное, самым страшным хищником является один из самых маленьких хищников на планете – это ласка. Ласка готова преследовать крота практически везде. Ну, и, конечно, вот крот у нас, многие к кротам относятся достаточно отрицательно, и вот ставят определенные ловушки, я уже об этом говорил, кротоловки, в которые попадают до 10-12 кротов. Но, тем не менее, оказывается, что не всегда крот приносит такой вот очень существенный вред. И, например, вот польза считается следующим, да, что почва, которая изрыта кротами, особенно глинистая, она дышит. То есть она становится, во-первых, лучше увлажняется, в ней вода не застаивается, и избыток влаги уходит по кротовинам в более низкие почвенные горизонты. Ну, и, кроме того, крота можно с положительной точки зрения рассматривать, как и то, что он, например, ловит многих вредных насекомых. Поэтому, конечно, не всегда гуманно ловить кротов. Вот, и, например, даже очень часто, когда читаешь информацию про кротов, обязательно пишут, как их нужно ловить и так далее. Но, тем не менее, конечно, вред от кротов следующий, что он, прорывая свои ходы и устраивая хранилища, повреждает корни плодовых и ягодных деревьев. И это, безусловно, вред существенный. Поэтому получается, что у нас питание растений нарушается, и это может привести даже к гибели растения. Ну, кроме ласки, которая самый такой энергичный хищник, который не брезгует кротом, среди хищников, которые нападают на крота, можно отметить лисиц, харьков, куниц, горностаев и некоторых других животных. Ну, а теперь мне вновь хотелось бы вернуться к постоянной рубрике, которая носит название «Занимательная геология». И сегодня мы вновь продолжим рассказ о вулканах. Мы уже узнали, что, оказывается, вулканы-то существуют не только на Земле, но и на некоторых других объектах Солнечной системы. А ведь долгое время считалось, что вулканы – это только пророкатива нашей планеты. Мы говорили о том, что даже, например, те же самые продукты вулканической деятельности, ну, к примеру, вулканические газы, они очень часто, например, оказывают влияние и на климат планеты, если говорить о Земле. Вот, и с одной стороны, они, например, могут возвращаться на поверхность в виде кислотных осадков. То есть не только человек. Кислотные осадки появляются у нас не только благодаря человеку. Ну, и, конечно, вулканические газы можно рассматривать и как своего рода загрязнители. Да, будь то будут оксиды серы, оксиды азота. Ну, возвращаясь все-таки к Марсу, я уже вам рассказывал о том, что на горе Олимп расположен потухший вулкан. Ну, и высота Олимпа имеет высоту 27 километров. И, конечно, это в несколько раз выше, чем самые высокие горы на нашей планете. Так вот, что бы мне хотелось рассказать про этот вулкан и про эту гору? Ну, во-первых, Олимп простирается на 540 километров в ширину и имеет крутые склоны по краям высотой до 7 километров. Причины образования этих гигантских обрывов пока еще не нашли убедительного объяснения. Длина вулканической кальдеры Олимпа 85 километров, а ширина 60. Атмосферное давление на вершине, пожалуй, самой высокой горы Солнечной системы составляет всего лишь 2% от давления, характерного для среднего уровня марсианской поверхности. Ну, если сравнить, например, с Эверестом, то там атмосферное давление составляет 25% от земного. Видите, какая существенная разница? Олимп занимает такую большую площадь, что его невозможно увидеть полностью с поверхности планеты. Поэтому полный профиль Олимпа можно увидеть только с воздуха или орбиты. Ну, сам Олимп — это потухший вулкан. В принципе, если говорить о планете Марс, то там нет действующих вулканов. Хотя я уже говорил, что есть тело в Солнечной системе, это спутник Ио, на котором происходит активная вулканическая деятельность. Так что даже и действующие вулканы не являются только прерогативой Земли. Так вот, Олимп — это потухший вулкан, который образовался благодаря потокам лавы, извергавшимся из недр и застывавшимся. Поскольку ширина вулкана более чем на порядок превышает его высоту, следовательно, извержения происходили достаточно длительное время. Гигантский размер Олимпа говорит о том, что Марс, вероятно, не имеет тектонический плит, подобно Земле. А поскольку нет движения плит, то вулкан может существовать очень долго. Олимп находится в области Тарсис, где расположены ряд других потухших вулканов, и Аскериус, который также имеет огромные размеры, хотя и уступают Олимпу. Ну, на Марсе существуют, как я еще раз повторю, и другие потухшие вулканы, Аскериус, Арсия, Павонис, но, конечно, они с размерами Олимпа просто несопоставимы. Ну, а теперь давайте, если говорить об извержениях вулкана, то ученые считают, что извержение вулканов, возможно, происходило на Марсе около 3 миллиардов лет назад. Ну, а прекратились полностью извержения вулканов где-то около 20 миллионов лет назад. Ну, а теперь давайте вновь вернемся в умеренные широты и вновь посетим экосистемы широколиственных и хвойных лесов. Ну, если говорить об экосистемах широколиственных лесов, их называют по-разному. Летне-зеленые леса. Очень часто, вот подчеркивая, например, разницу, то, что, например, для широколиственных лесов характерен такое явление, как листопад, а для хвойных, кроме лиственницы, листопад, естественно, не характерен. Так вот, если говорить об экосистемах широколиственных лесов, то современные листопадные широколиственные леса представляют собой остатки очень широко распространенных уже в полиогене группировок из листопадных и хвойных пород. Поэтому мы часто прибавляем, да, когда я говорю, широколиственные и смешанные. Эти полиогенные леса охватывали сплошной полосой всю северную сушу, которая сейчас занята тундрой и тайгой. В этих экосистемах мы уже с вами были. Почему сейчас там нет листопадных деревьев? Это связано с чем? В первую очередь, конечно же, с температурными условиями. Вспомним, что даже хвойные леса, они могут существовать только там, где температура самого теплого месяца составляет плюс 10 градусов. Как становится меньше, даже хвойные деревья исчезают. Ну, пример тому, тундра. Ну, и в полиогенные... Если мы вновь вернемся к геологической истории, так вот, полиогенные широколиственные леса охватывали полосой практически всю сушу, всю северную сушу. Ну, сейчас, конечно, безусловно, экосистема меньше, занимает меньшую площадь, чем ранее. И вообще в течение полиогена и неогена изменения климата приводили к тому, что различные экосистемы, или как географии их называют, природные зоны, они сдвигались все более и более к югу. И получалось, что у нас происходило перераспределение видового разнообразия. Ну, конечно, это движение не происходило болезненно, некоторые виды просто-напросто исчезали, многим приходилось существовать в условиях жесточайшей конкуренции. Ну, и поэтому не все авторы любят, когда, например, делят широколиственные леса у нас на разные направления. Да, ведь можно разделить как? Например, те же самые американские широколиственные леса. Ну, Южную Америку мы с вами брать не будем, потому что там площади, занятые под экосистемами широколиственных лесов, небольшие. Вот. Потом европейские, да, и Дальний Восток можно тоже выделить в отдельную группу. Хотя я считаю, что эта оговорка имеет смысл, потому что все-таки видовое разнообразие различается. Ну, и вновь можно посмотреть на деревья, которые в разных экосистемах доминируют, в широколиственных лесах. Мы уже говорили о таком дереве, как бук, который можно, например, встретить в среднеевропейских неморальных сообществах, которые отличаются бедным флористическим составом, что было связано с недавним оледенениями. Ну, и в западной части как раз бук таких сообществ и доминирует. Но, тем не менее, если мы говорим об экосистемах смешанных лесов, то, конечно, интересен и животный мир. Кто же из животных встречается в широколиственных и смешанных лесах? Конечно, фауна этих экосистем очень разнообразна. Ну, и вот здесь на картинке мы с вами видим лесную мышь, которая тоже является жителем широколиственных экосистем. Ну, а вот еще один достаточно всем известный хищник, который тоже распространен в экосистемах широколиственных и хвойных лесов. Вообще некогда, например, тот же самый бурый медведь, он был обычен по всей Европе, включая Англию и Ирландию. И было время, когда его ареал даже доходил до севера-запада Африки. В Северную Америку медведь попал, скорее всего, около 40 тысяч лет назад. Из Азии перешел через Берингов перешейк и широко расселился на западной части континента от Аляски вплоть до севера Мексики. Сейчас, конечно же, бурый медведь истреблен в большей части своего ареала. Ну, а там, где ему удалось сохраниться, все-таки он малочислен. В Западной Европе его разобщенные популяции сохранились в Пиренеях, в Альпах и в некоторых других регионах. Если говорить о России, то ареал бурого медведя занимает почти всю лесную зону, за исключением самых южных районов. Популяционные различия между медведями настолько велики, что когда-то их даже разделяли на множество видов. В одной только Северной Америке их разделяли на 80 видов. Сегодня всех бурых медведей объединяют в один вид с несколькими географическими расами или подвидами. Ну, сам бурый медведь образует несколько географических рас, которые отличаются как размерами, так и окраской. Самые крупные особи водятся на Аляске и Камчатке. И весят они более 300 килограмм. А попадаются гиганты весом 600 и 700 килограмм. Ну, а самый крупный медведь, пойманный для берлинского зоопарка, бурый, весил 1134 килограмма. Облик бурого медведя типичен для медведей. Тело у него мощное, с высокой холкой, голова массивная, с небольшими ушами и глазами. Окраска бурого медведя весьма изменчива. Причем не только в разных частях ареала, но и даже в пределах одного района. Цвет меха варьирует от светло-палевого до синеватого и даже до почти черного. Ну, а самый обычный для медведя является бурая форма окраски. Ну, у гризли, например, у гризли скалистых гор волосы на спине могут быть белыми на концах, создавая оттенок такого седого, ну, или серого оттенка шерсти. Хотя бывают медведи, например, которые имеют седовато-белый окрас у бурых медведей, встречаются такие медведи на Гималаях. Ленька у медведей происходит дважды, осенью и весной. А весеннее длится дольше. Ну, и мне хотелось бы отметить, что если говорить о рационе, медведя, то он, конечно же, всеяден. Но рацион, его в значительной мере состоит в том числе и из растительной пищи. И в некоторых случаях растительная пища занимает до 75%, то есть до 3-х четвертей всего рациона. Чем только не питается медведь. Это и ягоды, и желуди, и орехи, корни, клубни и даже стебли трав. Ну, а когда год неурожайный, еды становится мало, то медведь в северных областях даже посещает посевы овса. А в южных посевы кукурузы. То есть, как видите, он ничем не брезгует. И в данном случае он мне здесь напоминает горностая, который в неурожайные годы даже поедает можжевельник. В рационе, если говорить, например, о Дальнем Востоке, то осенью, например, медведь кормится в кедровниках. В рационе медведя присутствуют и насекомые. Не брезгует он даже муравьями. Ну, и личинки и различные насекомые в некоторых случаях могут составлять до четверти, трети всего рациона медведя. Ну, это, конечно же, в летнее время. Ну, конечно, медведь и типичный хищник. Он у нас нападает, например, крупные самцы, нападают на молодых копытных, будь то это косули, лани, олени и так далее. Даже способен напасть на кабанов и лосей. Гризли иногда даже могут напасть на медведей-барибалов. Бурый медведь еще также и сластена. Он любит мед. Также поедает падаль. И еще он большой любитель отнимать добычу у тигров, волков и пум. Ну, и среди источников питания медведя можно, конечно, назвать и рыбу. Особенно, когда он очень часто питается, например, в период, в определенный период лососями. Ну, а если кормов совсем мало, то медведю ничего не остается, как нападать на домашний скот. И также медведь способен разорять и пасеки. Активен медведь в течение всего дня, но чаще всего наибольшая активность у него утром и вечером. Сезонная цикличность у медведей выражена достаточно широко. К зиме медведь нагуливает подкожный жир до 180 килограмм. Ну, а к осени залегает в берлогу. Берлоги обычно должны располагаться в сухом месте. И большинство случаев в ямах под защитой бурелома или под выкорченными корнями деревьев. Ну, если он не находит такую берлогу, то ему ничего не остается, как выкапывать убежище в земле, либо занимать расщелины, скал, или, например, какие-нибудь пещеры. Хотя у медведей обычно всегда есть определенные любимые места для зимовок. Зимний сон имеет совершенно разную продолжительность. Конечно же, это зависит от температурных условий. И продолжается он от 75 до 195 дней. Ну, и все, конечно, здесь опять оказывает влияние климат. Дольше всех живут в берлогах медведицы с медвежатами. Меньше всего старые самцы. За период зимовки медведь может потерять до 80 килограммов жира. Так как я сказал, что ареал медведя уменьшился, ареалы многие у нас стали разрывные, да, то есть в связи с тем, что в некоторых регионах был он истреблен полностью, и количество особей не очень большое, поэтому медведь, конечно же, бурый медведь внесен в красную книгу, имеющую статус, как вид, находящийся под угрозой. Ну, а сейчас в мире, считается, обитает где-то около 200 тысяч бурых медведей. И большинство из них, более 120 тысяч, обитает в нашей стране, в России. Ну, а сам, конечно, бурый медведь, это животное лесное. И если говорить, например, о зрении и слухе медведей, то до сих пор этот вопрос пока исследован недостаточно. Хотя, имеется данное, что эти органы обоняния, то есть вообще сенсорную систему, можно сравнить, например, со зрением и слухом собак. Ну, а если уж говорить про родственников бурых медведей, про белых медведей, так у них обоняние вообще развито очень хорошо. Он может чувствовать мертвое теление, да, на расстоянии до 200 километров. У медведей 42 зуба. Ну, и мне хотелось бы отметить, что медведи иногда и нападают на людей. И вот при нападении гризли советуют притвориться мертвым в случае нападения медведя-гризли на туристов, служащие национальных парков именно дают именно такой совет. Хотя не всегда это помогает. И в некоторых случаях, кроме как убегать, ничего не остается. Ну, и сейчас мы вновь продолжим говорить о животном мире смешанных и широколиственных лесов. Встречаются, конечно же, и птицы. Среди них можно встретить, например, некоторые виды синиц. Но мы все с вами хорошо знаем, что у нас синицы встречаются как и в хвойных экосистемах, так и в экосистемах смешанных лесов. Например, так называемые синички-гаечки обитают в поймах и заболоченных альшаниках на юге Швеции и Норвегии, но встречаются и в смешанных лесах Европы. И, конечно, эти виды относительно теплолюбивы. Еще одно животное, о котором мне хотелось бы вам рассказать, это соня, которую тоже можно встретить в экосистемах широколиственных и смешанных лесов. Итак, соня. Соня действительно очень много времени проводит во сне. С октября по май соня спит в своем гнезде. Спят они и в дневное время, и пробуждаются они только с наступлением сумерек. Итак, кто же такие представители семейства соневых? Это мелкие длиннохвостные зверьки. Живут, мы уже сразу с вами видим из картинки, на деревьях. Также они у нас встречаются в равнинных и горных лесах и кустарниковых зарослях. На юге Европейской части России обитает около пяти видов этого животного. Самые мелкие это орешниковые сони. Длина взрослых зверьков всего лишь 30 миллиметров, а вес? Вес всего лишь 27 грамм. Ну, а самые крупные сонь имеют длину 130-180 миллиметров, ну, и вес может доходить до 100 грамм. Несмотря на то, что вроде бы название соня, и нам кажется, что этот зверек совершенно какой-то неповоротливый, сонный, тем не менее, это быстрый, непостедливый зверек, который активен с сумерек до утра. Встречаясь в основном на деревьях, он прекрасно лозит по стволам и тонким сучьям, а в прыжке с одного дерева на другое способен преодолеть расстояние 7-10 метров. Слух сони развит просто превосходно. И также мне хотелось бы отметить, что гнезда он устраивает из сухих листьев. Вновь возвращаясь к картинке, мне хотелось бы сказать, что в зимней спячке сони у нас находятся очень долго, мы уже говорили. Ну а если говорить еще о сонях, то обычно лесная соня селится в дуплых деревьев, но может строить и гнезда. Причем иногда количество гнезд, которые построила соня, бывает до 8. Иногда соня может занять и гнезда птиц. Но мы видим, что зверек этот грациозный, у него острая морточка, округлые уши, хвост заметно утолщенный и равномерно покрыт удлиненными волосами. Окраска спины рожавато-охристая. Лесная соня иногда спускается и на землю. Ну и обычно самцы и холостые самки строят свои убежища небрежно. А зато выводковые гнезда имеют нарушенный каркас из тонких прутиков или верхушек побегов кустарников. Ну а еще один вид сони орешниковая соня очень похожа на белку. Хотя по размерам она немного меньше серой крысы с длинным пушистым хвостом. Можно встретить также и садовую соню. Садовая соня зверек примерно похожий по размерам на орешниковую соню. Морда у нее заостренная а уши достаточно большие. Ну и вообще среди всех сонь у садовой сони самые большие ушные раковины. Ну а в России мы соню встречаем как в средней так и южной полосе европейской части России. В основном конечно она предпочитает леса широколиственные и смешанные и мы ее встречаем в лесах где преобладает дуб, липа, клен и находится густой подлесок из черемых и рябины орешника и шиповника. Любит соня селиться и на опушках. Если говорить о том чем же питается соня, то основой питания служат различные беспозвоночные которые конечно для сони являются легкой добычей. В смешанных лесах соня у нас нападает на хрущей, щелкунов и некоторых других насекомых. Ну а если соня попала в помещение там где хранятся пищевые продукты то она совершенно не побрезгует ничем. Она будет есть и корки хлеба в то же время не откажется от молока сливок и с удовольствием полакомиться сметаной. Ну а в общем если говорить о пропорциональности растительных и животных кормов то все-таки животные корма конечно же беспозвоночные значения имеют больше. Мы говорили о том что экосистемы у нас широколиственных и смешанных лесов. И действительно хвойные деревья также представлены достаточно разнообразно в экосистемах широколиственных и смешанных лесов. Например в американском секторе мы можем встретить такие растения как туя и цуга вот здесь перед нами как раз и появляется туя а ведь туя еще можно очень хорошо использовать и в декоративном озеленении да и причем туи можно придать совершенно разную форму вот здесь у нас на картинке можно вновь посмотреть форма такая шарообразная поэтому конечно же туя незаменима в декоративном озеленении да и сейчас в условиях москвы туя можно встретить в некоторых парках где она тоже себя не так уж и плохо чувствует еще одно растение которое мы тоже можем встретить встречается в американском секторе смешанных лесов это цуга иногда ее называют гемлок это род вечно зеленых хвойных деревьев представитель семейства сосновых то есть родственник сосны девять видов являются родом из Северной Америки опять из Азии дают очень качественную древесину и конечно цуга мы уже с вами видим из картинки она очень декоративна поэтому ее естественно используют в декоративном озеленении пирамидальная крона красновато-коричневая кора кожистые листья узкие уплощенные на коротких черешках расположенные под небольшим углом к стеблю ветки тонкие горизонтально отходящие а шишки относительно мелкие и повислые ну и вот можно встретить разные виды цуги в американском секторе например цугу канадскую которая может достигать высоту даже 30 метров ну есть цуги конечно которые встречаются и в более южных областях ну и вот еще раз мне хочется вернуться к картинке с этим удивительным растением и вновь хочется подчеркнуть декоративность этого растения в дальневосточном секторе также примешиваться к широколиственным лесам могут еще и леса кедровые но помните конечно же это не леса из кедра а так называют иногда леса из кедровой сосны которая тоже в нашей стране имеет достаточно большой реал ну и конечно с кедровой сосной тоже связана жизнь многих животных я уже говорил вам о различных птицах которые питаются кедровыми шишками и так далее можжевельник тоже может встречаться в экосистемах смешанных и широколиственных лесов ну что мы с вами знаем о можжевельнике то что это растение которое обычно встречается да уже в средних ярусах но тем не менее можжевельник в первую очередь известен всем своей необычайно высокой фитонцидной активностью вот и даже у некоторых озеленителей до сих пор еще существует такая мечта например использовать в достаточно большом количестве можжевельник для озеленения Москвы но к сожалению это возможно лишь в парках и рядом с домами хотя конечно полностью пренебрегать можжевельником не стоит действительно можжевельник в парках значительно улучшит воздух либо рядом с домом если нет конечно же рядом дорог также можжевельник сейчас пробуют культивировать и в комнатных условиях хотя это растение достаточно капризное и обычно выращивая его в комнате в конце концов все равно его затем высаживают в сад ну а теперь мы вновь с вами возвращаемся к нашим широколиственным деревьям мы с вами узнали то что действительно примесь хвойных лесов достаточно значительна причем хвойные в смешанных лесах встречаются в разных регионах как и в Канаде так и например в Западной Европе так мы можем встретить и в широколиственных лесах Дальнего Востока ну вот принято называть широколиственные смешанные потому что есть все таки и мы уже с вами проходили экосистемы говорили об экосистемах хвойных лесов дело в том что все таки в экосистемах где в основном явные доминанты хвойные там совершенно иные условия а когда уже идет смесь смесь широколиственных и хвойных тут все таки значительно очень сильно меняется и видовое разнообразие и флора и фауны поэтому смешанные леса тоже включают как бы в группу широколиственных экосистем потому что там достаточно много схожести ну и продолжая наш разговор о разнообразии различных и растений и животных мне хотелось бы отметить следующее ну вот у нас вновь появилась сосна которая тоже встречается в широколиственных экосистемах ну и также конечно если вновь говорить о хвойных деревьев то не стоит забывать и о еле которую тоже можно встретить в данных экосистемах я хочу вновь повторить о том что ярусность широколиственного леса явно выражена и даже очень часто безусловно эта выраженность значительно больше чем в хвойных экосистемах ну если говорить о видовом разнообразии то конечно в видовом разнообразии все таки травы у нас больше видов в целом я говорю чем например деревьев в широколиственных и смешанных лесах а если бы мы стали сравнивать например с лесами гилей такой то есть так называемого дождевого тропического леса то там наоборот там как раз количество трав меньше чем в видовом разнообразии чем деревьев ну тем не менее продолжая наш разговор мы убедились что хвойные тоже играют очень большую роль в экосистеме широколиственных лесов и хвойные в видовом разнообразии также различаются на дальнем востоке это одни деревья в канадском секторе совершенно иные ну и теперь можно поговорить и о других деревьях среди которых мне хотелось бы выделить например клен который конечно встречается в более нижних ярусах вот можно обратить на него внимание и так перед вами клен который тоже можно встретить в широколиственных экосистемах он достаточно распространен ну и здесь мне хотелось бы отметить следующее что например даже только в нашей стране произрастает около 25 видов клена которые у нас встречаются как в европейской части России так и на Кавказе естественно на дальнем востоке и даже ареал клена доходит до гор в средней Азии кроме того с кленом достаточно интересно работать поэтому около 50 видов клена было интродуцировано из других регионов вы посмотрите даже например на озеленение наших крадов ведь всегда можно встретить тот же самый клен и что интересно вот казалось бы один вид клена другой вид клена вроде бы разницы большой не должно быть например если мы говорим об экологических условиях ну конечно же это очень обманчиво дело в том что например даже по озеленительным мероприятиям той же самой Москвы которая граница которой проходит на по экосистеме и экосистеме смешанных и широколиственных лесов так вот даже внутри разных видов клена есть пол существенное различие например по отношению к соли то есть к хлориду натрия тем же противогололедным реагентам по отношению к запыленности воздуха но тем не менее хочу отметить что в целом некоторые виды клена чрезвычайно устойчивы к самым разным неблагоприятным фактором ну и общая площадь с преобладанием клена лесов у нас составляет около 458 тысяч гектар с запасом древесины 44 миллиона кубометров самый распространенный клен это клен астралистный хотя если мы попробуем найти чистых насаждений то мы чистых насаждений клена астралистного просто-напросто вообще не найдем а встречается он в подрезке различных смешанных лесов кто же является его спутником да тот же самый например дуб ясень береза и некоторые другие но чаще всего клен является спутником дуба а сам клен астралистный еще и ценная древесная порода клен также относительно долговечен клен астралистный может прожить до 150 а иногда даже и до 200 лет ареал клена тоже достаточно обширен он относительно морозостойк поэтому встречается и в северных регионах смешанных лесов и даже смешанных и широколиственных лесов но вот например некоторые виды клена они очень требовательны к плодородию почвы и к влажности почвы еще одна ценная особенность у клена то что он может очень быстро расти а раз он быстро растет то он вполне и конкурентно способен ранней весной в марте апреле месяце когда еще лежит снег и везде стоят морозы у клена уже начинается сокодвижение кленовый сок прозрачный сладкий ну и по вкусу наверное чем-то напоминает березовый хотя немного его слаще ну и мы знаем да что клен даже в некоторых странах играет очень важную роль пример та же самая Канада и с другой стороны клен весьма декоративен в том числе и в осенний период и эффектно смотрится на фоне других растений сейчас у нас встречаются и другие виды клена которые интродуцированы в том числе и из северной Америки в частности например клен ясенелисный и некоторые другие виды ну а среди пожалуй вот например наших деревьев клен астролистный это конечно же одно из самых декоративных растений цветет клен астролистный достаточно рано в мае месяце ну например либо одновременно с развертыванием листьев а иногда даже чуть раньше клен астролистный еще и хорошее медоносное растение он дает пчелам ранний медосбор что тоже очень важно ну а в следующий раз мы продолжим с вами путешествовать по широколиственным их смешанным экосистемам и увидим такой красивый кустарник например как барбарис барбарис это еще и ценное лекарственное растение в котором содержатся ценные алкалоиды среди которых всем известный берберин ну и барбарис можно встретить конечно же в секторе Дальнего Востока а также поговорим о некоторых экзотических растениях среди которых маакия также на Дальнем Востоке встречаются удивительные растения адаптогены которые широко используются народной медициной и среди них например элеоторокок и всем известна жимолость которая тоже встречается в подлеске смешанных лесов которая цена своими ягодами и тоже очень декоративно вот можно на них обратить внимание ну и конечно мы поговорим и о растениях которые тоже можно оказываться в дикорастущем виде встретить в смешанном лесу среди которых оказывается всем нам широко известны сирень и удивительно красивые рододендроны ну и поговорим мы с вами и о животном мире ну а на сегодня моя передача подошла к концу я с вами прощаюсь до свидания я с вами прощаюсь